Всем привет, приветствую на нашем сегодняшнем вебинаре, который называется «Моя жизнь. Проекта на спресс-карьера». У кого звук тихий, значит, надо надеть наушники. В основном я вижу хороший отзыв. У вас там их нормально, да? Кто-то говорит «пони», кто-то говорит «тихо». Попробуйте у себя регулировать. У остальных все нормально. Итак, начинаем. Приветствую всех на нашем вебинаре. Очень рада всех видеть. Давайте друг с другом поздороваемся. Поприветствуем сначала наших внешних партнеров, которые могут себя назвать старичками. Старички, пара пятидесяточки. Я вас приветствую на нашем вебинаре. Сейчас поближе подзвину. Старички, приветствую вас. Очень рада всех видеть. Спасибо, что пришли послушать меня. Приветствую отдельно свою команду. Свою дружную, большую команду, которые... Подставьте пятерочки. Моя команда, если вы здесь, если вы зашли меня поддержать. Буду рада вас отдельно поприветствовать. Пятерочки. Моя команда. Отлично. Здорово. Очень рада вас видеть. И, конечно же, поприветствуем новичков, которые к нам присоединили совсем недавно. Поставьте плюсики, кто считает себя новичком. Звук плохой. Звук плохой. Кого плохой? Наденьте наушники, пожалуйста. У меня на максимуме больше не могу добавить. Очень много новичков. Отлично, здорово. Вас тоже поприветствуем. Поздравляю вас с регистрацией в самом лучшем проекте. В интернете. Желаю вам успехов. И поприветствуем еще, если они сегодня у нас есть, отдельно наших будущих партнеров нашего проекта. Поставьте восклицательные знаки, кто еще не является партнером экспресс-карьеры. Восклицательные знаки от всех, кто еще не является, пока не является партнером нашего проекта. Вас тоже очень рада видеть. Я надеюсь, ваше желание после вебинара изменится, и вы стремите правильное решение. Здорово, начинаем. Звук у себя регулируется хорошо, я больше ничего не могу изменить. Итак, позвольте представить. Меня зовут Айгуль Харисова. Мы с мужем, Наилем Харисовым, вместе работаем, вместе развиваем семейный бизнес в нашем прекрасном интернет-проекте «Экстресс-карьера». Являемся на данный момент закрытыми старшими золотыми директорами, в открытом звании «Тапсировая директора». Ну вот с таким доходом, посчитала, получилось в месяц в среднем 148 тысяч рублей на данный момент выставляет наш доход в проекте «Экстресс-карьера». Регистрирулись мы почти три года назад, получается, скоро будет в феврале, три года, 4 февраля 2013 года. В тот момент я работала учителем в школе. Муж работал в редакции газеты районной, мы жили в районе Баскорстане. Я уволилась спустя почти год, 8 месяцев получается, да? 8 месяцев я совмещалась с работой, учительства работы, а муж уволился в прошлом году, в марте. Вот сейчас мы абсолютно свободные люди, интернет-предприниматели. Работаем в нашем проекте, посвящаемся семье, своей работе, детям и продолжаем работать дальше и расти, развиваться. Немножко расскажу о нашей семье. У нас трое детей, мы многодетная семья. Сашей дочке исполнилось в этом году уже 15 лет, нашей семье 17 лет будет в этом году. Дети у нас юбиляры, почти все юбиляры, получается. Сыну исполнилось 10 лет добрее, и маленькому нашему младшенькому 5 лет, будет уже 6 лет в этом году. Да, приветствую земляков, мы из Баскорстана, сейчас живем в Уфе, жили в Хайбунском районе, сели Ак-Яр до этого. Так, здесь тоже наша семья, моя семья. Об этом я всегда говорю, говорю с гордостью, с любовью, что наша семья теперь полностью в Арифлейм, не только мы с мужем все работаем, но и мои братцы и строй тоже в Арифлейм, они тоже успешны в этом бизнесе, тоже развивают семейный бизнес, мы все вместе. Это очень здорово, прекрасно. Вот фотографии из недавнего банкета, где нас отмечали, поздравляли, да, пригласили в такой шикарный новогодний банкет. Меня в проект пригласила моя сестра, сестренка, наша младшенькая, Дили Каипова, она сейчас в открытом звании старший золотой директор в нашем проекте. Я пригласила брата с женой Айнури Алилка Иповых, они тоже в этом каталоге, вот, закроют голос из директоров. Вот все мы являемся директорами компании Арифлейм и развиваемся растем дальше. Здорово, нам повезло друг с другом, что мы сразу поддержали друг друга и начали развивать вместе семейный бизнес. Желаю вам того же, поэтому я всегда всем говорю, приглашайте обязательно своих родственников в первую очередь, да. Кому мы желаем счастья, успехов? Конечно же, своим близким, родным. Поэтому я тоже сразу побежала к своим родственникам, родным, да, когда узнала о возможностях компании Арифлейм, о возможностях нашего проекта. Горящими глазами, с таким энтузиазмом я побежала к своему брату, рассказывала восхищенно, да, о нашем проекте, о возможностях рисовала, показывала. Вот они сразу заразились этим моим настроением, поверили в меня, да, в первую очередь, и начали с нами вместе работать. Поэтому приглашайте обязательно своих родственников, вместе будете расти, развиваться вместе веселее. Ну вот на, мы сейчас, те, кто в Арифлейм, да, разделяют свою жизнь до Арифлейм и в Арифлейм. Вот, как я сказала, до Арифлейм мы учитель и редактор, мы обычные наемные рабочие, да, вот такой мизерной зарплаты 15-20 тысяч рублей в месяц, это и то считалось в сельской местности хорошей зарплатой. 15-20 тысяч, это хорошая зарплата, да, в сельской местности. Вы зарабатывали и по 6, 7, 10 тысяч. Жили вы с пятером на такую зарплату, я сейчас выделяю, как можно было жить, не жить, а существовать, да, приходилось просто. Многие спрашивают, можно ли совмещать с работой. Совмещать с работой можно и нужно даже первое время, да. Я работала учителем и мне удавалось, я могла совмещать. Конечно, если близкие дома поддерживают, это очень здорово. Муж меня сразу поддержал, да, ему больше доставалась работа о детях. Он возился там с детьми больше, да, чтобы мне не мешать. Я сидела за компьютером, прибежала домой, прибегала домой после работы, после уроков. Садилась за компьютер и работала, работала, работала. Конечно, работа учителя и дома продолжается, да, и книги, и тетради, правильпланы, куча всего работа приходит домой. Совмещать было сложно, у меня было мало свободного времени. Поэтому, кто пытается найти такую отговорку, что у него основная работа, что не может совмещать, что нет времени и так далее, и так далее, это просто отговорки, поверьте мне. Это просто отговорки. При желании человек найдет время, если он знает о возможностях нашего проекта, да, к чему он придет потом. Можно меньше поспать, я не знаю, может телевизор вообще не смотреть, можно как-то в целом время выделить и найти все равно, договориться со своими близкими, распределять домашние обязанности. Все можно сделать при желании. И вот сейчас, да, 15-20 тысяч рублей, разница в доходе такая, ну пусть через 2-3 года. Разве не стоит работать ради таких возможностей? Да, сразу у вас больших доходов не будет, да, сразу больших денег не будет. Но вы знаете, что обязательно потом к ним придете, что у вас труд не зря. Надо только поверить и начинать действовать. Кого-то муж пригласил. Муж здорово вообще. Да, есть такие мужья, да, которые, их мало, конечно, которые пришли, потом пригласили своего мужа. Это здорово, я ими восхищаюсь. Ну вот рабочие дни, да, у всех. Всем нам, наверное, знакомы эти эмоции, эти чувства, когда все надоедает, когда, я не знаю, хочется все бросить. Работаешь, работаешь, денег нет, денег не хватает. Заработал денег и все, на один день, да, на кредит, не знаю, на долги, на еду и все. Если семья большая, например, как у нас, да, из 5 человек состоит, очень туго приходится. У многих людей вся жизнь в кредит, да, всю технику, всю мебель, не знаю, автомобиль, все мы покупаем в кредит. Потом мы свою зарплату просто отдаем. Просто отдаем, получаем, каждый месяц отдаем. И ничего даже об отложении, как всегда, вкладывании не может быть и речи. У кого есть кредиты, поставьте плюсики. Есть человек без кредитов у нас? У нас тоже было несколько кредитов, да, у нас им машина и дом, и дом построен в кредит. Даже у людей несколько, да, 2-3 кредита, чтобы покрыть один кредит, берут второй и так далее. Такой какой-то замкнутый круг. Да. Даже платная учеба. И вот представьте, представьте, что у вас нет кредита. Представьте, все, что вы зарабатываете, остается только вам, в вашей семье. Остается, чтобы покупать еду, чтобы покупать одежду. Остается, чтобы съездить куда-нибудь, да. О путешествиях и речи быть не могло быть у нас. Мы вообще никуда не выезжали, никуда не ездили. Мы даже не видели до проекта. Живем-живем, работаем-работаем. Время бежит. Молодец уходит. А в те дни, как дни турка, да. И ждем пятницу, ждем отпуск свой. И таким образом мы даже не замечаем, что приближаем пенсию свою. Приближаем пенсионный возраст. Приближаем свою смесь, да. Сами не понимаем. В понедельник каждый раз. Когда же пятница? Когда же лето? Когда же отпуск? И никто не задумывается об этом. Все время быстро летит, бежит. Надо что-то сделать, надо остановиться. Хотя бы подумать, как можно все изменить. Как можно все изменить? Что надо сделать? Что-то надо сделать. Не бежать снова на работу, да. Остановиться, подумать. Вот даже Стив Джордж сказал. Когда мне не хватало денег, я садился думать. А не бежал зарабатывать. Идея – самый дорогой товар на свете. Вот отличные слова. Когда не хватает денег, когда не устраивает жизнь. Когда кредиты, долги душат. Когда не нравится, как живешь, надо думать. Если думать, что надо сделать, что можно сделать, чтобы все исправить. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Вот такие мысли постоянно к нам приходили в последние годы, когда мы работали в школе, в редакции. Перед проектом постоянно мы задумывались, вот что можно изменить. Так жить уже не хочется. 7-8 месяцев лет проработали на своей работе, ничего не изменилось. Зарплата почти такая же. Не хватает ни на что. Кредиты душат. И детей хочется хорошо одевать, кормить, не знаю, куда-то выезжать, из семьи отдыхать. Не давала покоя эту мысль, что надо что-то сделать. Поэтому у нас даже был свой магазин, пытались открыть пьёк там в деревне, но это долго не продолжалось. Вы знаете сами, какие вложения нужны и так далее, и так далее. Отказали от этой идеи, потом уже не хотелось снова что-то подобное открывать. Вложений нет, денег нет, но кредит брать неохота. Вот хотелось без денег, без вложений начать свой бизнес. Оказывается, есть такой способ, да, оказывается, это возможно. Не имея в кармане ни гроша, можно начинать своё дело, свой бизнес. Вот в этот момент в нашей жизни, когда мы думали, думали, что же нам делать, появился в нашей жизни проект «Экстрастаря». Когда человек думает, что надо менять, что надо сделать, обязательно появляется возможность. Поэтому просто надо остановиться и подумать. Есть желания, будут возможности, будут действия, появится результат. И, конечно же, начинать надо действовать, да. Если вы пришли в наш проект, уже долго не думаем, уже ни в чём не сомневаемся. Результаты есть у нас отличные. Результаты есть у нас отличные. Доказательства есть, что проект хорошо, успешно работает. Сейчас он известен нам в мире, наш интернет-сайд «Экстрастаря». Все инструменты есть, система хорошо работает. Вам надо брать и начинать действовать. Да, в первое время может не получиться сразу. Да, вы должны кое-чему обучиться. Но надо дальше действовать, действовать и действовать. И вот к чему мы пришли. Через три года работы в проекте «Экстрастарьера» в компании «Арифлейм». К чему мы пришли? Посмотрите. Это таблица с доходами за этот год. Компания нам высылает в конце каждого года вот такой акт о доходах, заработанных и полученных в компании «Арифлейм» за целый год. За услуги, предусмотренные договором, предпринимателю причитается 1 миллион 779 тысяч 842 рубля 36 копеек. Вот за целый год мы заработали в прошлом году почти 2 миллиона рублей. И в среднем месяце, если поделить на 12 месяцев, получилось вот 148 тысяч 320 рублей в среднем месяце. Где такое платье? Где такие доходы возможны? Скажите мне, пожалуйста. У кого-то платье такие деньги. Вы слышали об этом? Ну вот, посмотрите наверх. В первом каталоге мы были еще простыми директорами, недавно закрытыми. Доход был 37 тысяч рублей. Сравните начало каталога. 37, 51, уже вот почти на 15 тысяч, да, выросли. За один каталог, на 15 тысяч. Где есть такая индексация? И в конце каталога 137. Было 37, в конце, в 17 каталоге 137. Как вам такие цифры? Я сама все анализирую и своим глазам до сих пор не верю, что это все заработано нами, компания Reflame. Не выходя из дома, сидя за компьютером, находясь рядом с детьми, посвящая им все свободное время. Да, конечно, класс, это класс, это супер, и главное, это возможно. Этого может достичь каждый из вас при желании и при активной работе. Ну вот последний, а еще у нас 15 доходов в году, да, у обычных людей всего лишь 12, у нас 15 раз. Каждые 3 недели мы получаем свои деньги. Вот на расчетный счет у меня открыт в банке Уралсип. Банк выбирает каждый по желанию, какой ему хочется. Вот средние доходы за 3 недели с 5 по 26 декабря. Это 137 353 рубля 81 копеек. В открытом звании сапсировал директоров. Примерно такой доход. У кого-то может быть даже больше. Здесь все зависит от самого человека, как он работает. Не работающим не платят. Извините, здесь тоже, как и везде, кто не работает, кто халатует, он ничего не получает. Все честно, все справедливо. Мы являемся индивидуальными предпринимателями. Что это означает? Что означает, мы платим налоги. У нас идет пенсионное отчитывание. В конце года мы отчитываемся. Сдаем налоговую декларацию. Все честно, все официально. За прошлый год налога у нас составляет всего лишь 6% в России, в Украине, по-моему, 4%. В Казахстане даже 3%. Подтвердите, коллеги. На обычной работе у вас налог 13%. 13%. Каждый месяц удерживает с вашей зарплаты 13%. А у нас в упрощенной системе всего лишь 6%. И вот если у нас налог, ой, доход за прошлый год составил 1 миллион 779 тысяч рублей, да, примерно, 6% от этого дохода примерно будет вот как один, как одна зарплата. Как одна зарплата. Последняя. Вот примерно у нас будет налог за год. Да, зарплата сильно уменьшилась. Мы сейчас в новостях постоянно и слышим, и видим, и читаем, что кризис усиливается, что он никуда не делся, не закончился, наоборот. Кризис усиливается, зарплата уменьшается, сокращения растут, увольнения растут. Кто столкнулся с этим? На своем примере, поставьте плюски. Кто столкнулся с кризисом на работе, с увольнением, с сокращением, с урезанием? Есть такие среди вас? Да, к сожалению, есть. К сожалению, это тенденция и дальше будет увеличиваться, расти. Надо быстрее и быстрее начинать стройчивый запасной аэродром. Если даже вы где-то работаете, здесь тоже совмещать и выйти на отличные доходы, чтобы вам никакой кризис не было страшно. Никакие увольнения и сокращения не были страшны. Итак, что же надо делать? Что же надо делать здесь, в нашем проекте, в нашей компании, чтобы выйти к таким отличным доходам? Идея бизнеса нашего действительно проста, очень проста. Итак, что я делала новичком? Когда была новичком, в начале, да? Пришла в СЕК, зарегистрировалась в феврале месяца. Там шла какая-то акция по рекрутированию. Сейчас тоже идет акция, да, бесплатная регистрация. И ты делаешь заказ в течение 7-2 часов, получаешь шикарные подарки. Тогда я сразу прошла первый шаг, сделала заказ на 101 балл и получила кофеварку за свой заказ. Было очень приятно. Кофеварку, да, за заказ на 100 баллов. Получила такой отличный подарок. В то время у нас таких вебинаров постоянных не было. По-моему, даже почти его не было вообще. Мы работали письмами. Мне доходили письма от нашего основателя проекта Анны Черны. Закрасные письма, которые я читала. Они играли решающую роль в том, что я начала тут активно работать. Я как раз в это время, когда зарегистрировалась в проекте, сидела на больничном доме. Вот здесь тоже, я думаю, это нечаянно, потому что если я не была бы свободна, да, в это время, когда регистрировалась именно, я бы откладывала, откладывала начало своей работы, откладывала бы изучение, обучение, не знаю, когда бы вступила в работу. Вступила. Я была на больничном, читала все эти письма, изучала, обникала. Каждым разом меня владевало восхищение, да, азарт. Хотела быстрее начинать, быстрее добиться. Удивляла, что есть такой простой способ зарабатывать деньги сидя дома. Что об этом еще никто не знает. Почему об этом никто не знает? Вот многие на больничном зарегистрировались. Это тоже знак какой-то, да. Чтобы больше времени уделялись. Я не лежала, если даже болела, не лежала. Я сидела, изучала, читала и начинала работать. Конечно, было много вопросов. Я доставала своих спонсоров. Я Дивю доставала, она была далеко тогда от меня, в городе Екатеринбург. Я доставала и вышестоящих спонсоров. Юлию Пахону, Рябову, Веронику. Поэтому это обязательно надо делать. Если ты хочешь, конечно, узнать больше, ты спрашиваешь больше, да. И как только я поняла суть работы, суть проекта, что тут надо сделать, какие возможности есть, я побежала, побежала к своей подруге близкой, как я сказала, и побежала к брату. И побежала к брату. У нас огромное количество обучающих школ, да. У каждого директора своя школа. Все проходят эту школу новичка. У кого-то на сайте, у кого-то на блоге, у кого-то на почту. Разными методами мы работаем. Каждый директор уже разработал свой метод обучения. Поэтому, я думаю, никто без обучения из новичков не сидит. Если есть такие, напишите быстро своему сухому, чтобы вас подписали к рассылкам. И вот, пригласила подругу, зарегистрировала, брата зарегистрировала. Это мне дало еще больше мотивации, еще хотела больше-больше регистрировать, больше-больше работать. И начала приглашать людей через интернет. Я сначала пригласила практически всех своих однокурсников, знакомых через интернет. Я писала про работу, но никто не поверил, никто не пришел. Кроме подруги и брата, из моих знакомых никто не пришел сразу, да. Многие отказали, но это мне, я не отчаивалась, это наоборот подтягивало меня, чтобы быстрее и быстрее добиться, доказать, что проект работает, доказать, что здесь платят, доказать, что можно здесь добиться успеха работать через интернет. И у меня это получилось. Через некоторое время, да, многие они сами начали писать, начали сами заходить. Поэтому вам тоже говорю, что не надо отчаиваться, когда кто-то вам говорит нет. Это не единственный человек, да, в интернете людей много. Если вам даже знакомые отказались, в интернете миллионы людей. Миллионы людей. Больше приглашайте, больше работайте, меняйте ваши облоны, пишите от себя, от себе. Работайте с азартом, с любовью, тогда все получится. А, да, отказы, они вас закаляют, отказы укрепляют ваш характер, да. Вы потом станете небываемым, такой броней, да, что у вас ничто не сломит. Кто не сломался в первое время, потом уже у него ничто не сломит. После отказа обязательно будут и положительные ответы, и ваши облоны партнеры. Поэтому мы дальше идем, работаем, приглашаем, приглашаем. Итак, конкретные действия, что мы делаем, что должны делать новички после регистрации в нашем проекте. Что надо делать, чтобы прийти к успеху. Вы все знаете, что компания наша производит отличную продукцию, качественную, хорошую продукцию, и нам остается только пользоваться этой продукцией, да. Мы не зовем на продажу, но сами покупаем в своем интернет-магазине продукцию компании Reflame. Каждый получает свой личный магазин. И после этого глупо, да, относить свои деньги куда-то в тюжи магазины и там что-то покупать, если этот продукт есть в компании Reflame. Это глупо, это детский старт, и это действие никого не приведет к успеху. Это понятно, да? Конечно, обучаемся. Вот, как я сказала, получаем письма, их читаем, изучаем, вопросы задаем своему спонсору. Он ваш наставник, он ваш помощник, он ваш друг. Обращаемся всегда к нему. У вас несколько спонсоров, да, помогают несколько наставников, есть вы же стоящие менеджеры, есть директора. Все вам помогают. Вам только надо обучаться, задавать вопросы и начинать действовать. И долго-долго не сидим, изучая письма, смотря вебинаре, сразу же начинаем действовать. Обучение совмещаем с практикой обязательно в первых дней. Создаем свои страницы для работы. Сначала приглашаем родственников, как я сказала, да, знакомых, если даже откажут, не беда, они будут знать, что вы компания Reflame, потом их кто-то другой пригласит, они выберут вас. Поэтому надо это сделать обязательно, пригласить их тоже. И начинаем строить свою команду, да. В вашей команде тоже такие же активные люди, активные ваши партнеры, которые покупают продукты Reflame, которые тоже приглашают других людей. Таким образом строится ваша структура. Ваша структура вам дает доход в будущем. Вот, посмотрите на мой из последних заказов, фотографии из моих последних заказов и скажите, что вы видите на фото. Перечислить, пожалуйста, что вы видите на фото и скажите, пользуетесь ли вы этими средствами. Что вы видите на фото? Что я купила в компании Reflame в своем интернет-магазине? Все нужное. Здорово, да, все нужное, которое постоянно заканчивается, да, которым мы постоянно пользуемся. Нормальные люди моются. Женщины красятся, ухаживают за собой. Сумка для ванны, средства, правильно? Все для дома. Да, все необходимое, одним словом. Я уверена, что я купила качественную продукцию. Я уверена, что я купила непросроченные средства, которые никто не открывал. И я еще при этом сэкономила. Посмотрите на цены. Большой объем шампунь, например, я купила всего лишь за 145 рублей. 400 мл за 145 рублей. В магазине они сколько стоят, представьте. День для душа 107 рублей, жидкое мыло 70 рублей. Женская сумочка мне обошлась вообще почти даром 541 рубль. По списке по 50%, да, по примеру, клубу. Тональная основа 216 рублей. Классная серия Джордани Голд. Гид для душа 54 всего лишь рубля. 54 гид для душа. Где вы такое увидите? Шарф Ведезерант 70 рублей. Краб 102. Мурской дезерант 102 и так далее, и так далее. Мыло всего лишь за 30 рублей. Баллы я делаю каждый каталог 200. Директорат делает от 200 баллов и выше, да? 200 баллов. У меня дома нет никаких вкладов, я не знаю, никаких коробок с продукциями. Все это у нас постоянно заканчивается. Все это мы постоянно где-то все равно покупаем. И, конечно же, Велмус, наши любимые витаминки. Мы их пьем уже 2 года, наверное, постоянно. И чувствуем себя превосходно, отлично, здорово и здорово, главное. И здорово, вот это главное. Сейчас вот время, эпидемия гриппа началась, да, по России. Обязательно покупайте своим деткам витаминки, рыбий, жид. Надо застраховаться, профилактику провести, чтобы дети ваши не заболели. От этих витаминов мы не болеем. Фу, фу, все здорово. Вот даже Велмус, мне рыбий жир здесь обошелся бесплатно. Потому что у нас есть подсветка, да, отличная программа, по которой мы четвертый продукт получаем бесплатно. А витаминки всего лишь 37-4 рубля. Это разве много? В аптеке за сколько тоже покупаете витаминки? В аптеке еще вы не уверены за качество, не знаете, из чего там все сделано. А у нас эти витамины абсолютно натуральные. Все это мы все равно берем. Мы о семье здоровьемся, о семье заботимся, о здоровье с ними тоже, да. Поэтому здесь у нас есть все, что вам надо. Кто делает 150 баллов, вы купите вот по таким ценам, как у меня, да. Уже начиная с уровня 6-9%, вы тоже покупаете вот по таким ценам эти же продукты. Кто не делает 150 баллов, у вас будет дороже. Вот такой парадокс, да. Кто делает больше баллов, ему обходятся дешевле продукты. Вот каталожные цены я в скобках не читала. Например, у меня 107 бильда душа, а в каталоге почти 200 рублей. Половина, да, 50% скидка у нас. И вот сколько тратим доказательствах. Крин последнего заказа. Заказ на 200 баллов мой вышел на 6900 рублей. Итого сумма, да, нашли скидку 4152 рубля, и я заплатила всего лишь 2748 рублей. Это даже не 50%, это 60%. Вот такая огромная экономия, огромная выгода для всех наших активных партнеров. Не только директора, так мало платят, да, но и все наши активные партнеры, которые сразу разобрались в случае нашего проекта, которые поняли, что 150 делать – это выгодно, которые приняли это для себя, при этом они стремительно начинают свой рост, да. Посмотрите, столько платим, а сколько много берем. Да, вот кто-то жалеть не начал раньше, да, многие так и говорят. Почему я не начал раньше делать 150 баллов? Выгода очевидна. И вот посмотрите, сколько вам надо людей, чтобы выйти на определенные уровни. Да, мы строим команду, приглашаем людей, делаем заказы, и именно от ваших заказов зависит, как быстро вы выйдете на уровни и на директорские звания. Вот посмотрите, 3% – это 150 баллов групповых. Если вы делаете заказы по 10 баллов и приглашаете людей, которые тоже делают по 10 баллов, да, вам надо, чтобы выйти только на 3%, зарегистрировать 15 человек. Старьте 15 человек, чтобы выйти на первую ступеньку. Если вы сами делаете 50 и более, да, нашли, то ты 3 человек, вы на 3%. Если 75 – это 2 человека, если 100 – это 2 человека. А если вы сразу решили делать 150 баллов, вы в первом же каталоге выходите на первый уровень и получаете своему скидку, и поступаете мудро и экономно. 6% посмотрите, я все озвучивать не буду, сколько людей вам надо, с каким количеством баллов. С каким количеством баллов. Запишите, пожалуйста, в чате, кто какие баллы делает, какие заказы, на сколько баллов. И посмотрите по таблице, сколько вам надо людей в команду, чтобы выйти на определенные уровни. 200, ого, я вижу 200, 150, 154, 196, 150, 170, 200, 150. О, какие все молодцы тут. 200, 250, 150, 450, 450. Ого, круто. 150, 750, 150. Так, вижу 80, 38 из маленьких баллов. Вот, вот кто делает 38, посмотрите, сколько вам надо людей в команду, чтобы выйти на 22%, чтобы открыть звание директора. 300, вот, 800 даже кто-то делает. Вот, это вообще классно. Итак, посмотрите, кто-то, если думает, что 150 баллов это много, вот заранее, да, подумал, испугался и никак не хочет решить эту проблему и начинать делать. Здесь никакой проблемы нет. У вас есть родственники, у вас есть, не знаю, подруги, соседи, все муются. Если у вас пару человек есть, которому вы делаете общую закупку, да, совместную, которым отдается со стихой 20%, вы легко наберете эти 150 баллов. Это не продажа, это совместная покупка, вы им отдаёте по своей цене. Посмотрите, если вы делаете 150 баллов, вам, чтобы выйти на директорский уровень, всего надо 50 человек в команду. 50 человек. И это будет за короткое время, чем набирать 500 и 1000 человек по 10-20 баллов, да? Я думаю, тут разница очевидна, есть над чем подумать и сделать правильные заказы, правильные выводы. Посмотрите, какие доходы вас ждут, на каких уровнях. Если вы начинаете делать сразу по 150 рублей, вы сразу же в своём кабинете личном видите свой доход, свою объёмную скидку. Я думаю, там никому не нравится, когда у вас стоят нули, да? Посмотрите, новички в своём кабинете, там объёмная скидка – ноль, групповые баллы – ноль, личные заказы – ноль. Это вам нравится, Саня? Мне это не понравилось тоже. Я хотела, чтобы у меня быстрее в своём личном кабинете стояли цифры, стояли мои доходы, да, стояли групповые баллы, которые растут в каждый каталог. И поэтому я тоже... Начала сразу делать эти 150 баллов. Мне никто не говорил «делай», никто не говорил «будешь получать хороший доход», да? Я сразу сама поняла и начала делать. Вот, посмотрите, на 3% для России, Украина сразу здесь 6%, да? У них отличается в рублях, посмотрите, тут в гривнах и в ценге. А, ещё вот, посмотрите, здесь в доходе суммы не указано, не учтено, что сейчас... Есть ещё скидка по премьер-клубу. Если вы делаете заказ на 150 баллов, вы кроме объёмных скидок сразу же получаете 10% от суммы заказов. Скидку по премьер-клубу, который составляет минимум 600 или 700 рублей. Поэтому к этому доходу, то, что вы видите в каждой городе, прибавляете ещё 600-700 рублей. Да? В России это так. Вот, например, 3% вы делали 150 баллов, у вас будет доход сразу около 1000 рублей. То есть на следующий свой заказ вы имеете скидку 1000 рублей. Платите уже меньше, чем потратили в своём первом заказе. Вот, посмотрите, какой доход будет на 9, и уже начинаются у вас премии по программе «Турборос» в России. Если вы два раза удерживаете уровень, у вас будет премия 1500 рублей, да, на 12. Так, у меня тут наоборот ехало всё почему-то. 9% на 1500 должно быть, да. 12% – 3000 рублей, 15% – 6000 рублей, 18% – 9000 рублей, и 22% – 12000 рублей премия составляет по «Турборосу». Кто получил премию недавно по «Турборосу», поставьте восклицательные знаки, мы вас поздравим, это здорово, отлично. Кто получает премию по «Турборосу», это означает, что он активно работает, сразу начал работать активно, да. Кто имеет отрыв, поздравляю Минару, Анну, Розелю. Ну, ещё кто получил, кто получил все премии по «Турборосу», итого в сумме они составят 31 500 рублей, да. Кто без отрыва, он не получает, поэтому сразу важно активно включиться в работу, чтобы получить все эти премии, а не ждать, сидеть, наблюдать, да. Поздравляем всех, поздравляю, молодцы, я тоже получила все эти премии по «Турборосу» сразу, и было очень приятно, да, получать их. Итак, смотрите, вы получаете свои скидки за 150 баллов, оплачиваете следующий заказ уже меньше-меньше, 9%, уже половину, да, даже 60% у вас скидка будет, 40% только оплачиваете, и у вас остается неоплаченная скидка. Когда начинаются вот эти премии, у вас остаются на номере неоплаченная скидка. Они никуда не деваются, они у вас начинают копиться, да, копиться на вашем номере консанта, который до выхода на 22% образует приличную, кругленькую сумму, в которых я вам тоже сейчас покажу, сами увидите. И премия вот с уровня директора тоже, посмотрите, какие доходы вас ждут. Директор от 35 тысяч рублей, и получает премию в 1000 долларов. Сейчас в 1000 долларов это огромные деньги, курс растет, почти 80 рублей в России, посмотрите. Кто получает премию в 1000 долларов, поставьте в блюзики в первом каталоге? В первом каталоге сегодня, сегодня мы с вами ждем зарплату, вся экспресска, вихер и флейм. У нас сегодня особый день, четверг первого каталога, да. У нас сегодня начисление нашего дохода, уже, между прочим, второй в январе. Второй доход в январе, сегодня, ожидая все, здорово. У людей после Нового года до сих пор нет денег, до сих пор нет зарплаты, а у нас уже второй. Круто, да? И вот сегодня кто-то у нас еще получит 1000 долларов, это около 80 тысяч рублей, да. Кто закрыт старшего директора, получает 1500 долларов плюс своему доходу. Кто закрывает золотого директора, получает 2000 долларов и так далее, и так далее. Премию мы получаем в долларах, по курсу доллара, вернее, да. И вот посмотрите, накопление моих девчонок, моих менеджеров, которые активно включились в работу. Так, алия, 2000 долларов, вы закрыли золотого директора? Круто, круто, здорово, поздравляем за 1000 долларов, это вообще классная сумма. Супер. Итак, смотрите, гулья, менеджер 15%, списка написано 16 тысяч, сколько-то рублей. Вот это остаток списки, да, полученные премии у нее копятся до выхода, до открытия индивидуального предпринимательства. Далее у Димфиры 34 тысячи рублей накопилось на данный момент. Это тоже очень отличные, классные деньги. И здесь я показала еще накопление нашей Курмашевой миллиарши, которая накопила в том каталоге 88 тысяч рублей. Скажите мне, вы можете работы, на своей обычной работе накопить какие-то деньги? Хоть, не знаю, хоть 30 тысяч, хоть 50 тысяч. Можете накопить, нам это не удавалось почему-то. Мы не могли, никакие деньги не накопили. Нет. А здесь можно. Вы здесь снимаете около 100 тысяч рублей. Вот сейчас Милеша открыла индивидуальное предпринимательство. Милеша, ты здесь? Поздравляю тебя с этим событием. Сегодня, завтра она ждет свою первую зарплату, свои накопленные деньги на расчетный счет. До открытия индивидуального предпринимательства, да, ваши деньги копятся, вы их пока не можете снимать. А потом открываете ИП и открываете расчетный счет. В любом банке получаете свои накопленные деньги на номер, живые деньги. Да, Милеша, я здесь. Поздравляю тебя с этим классным, классным событием. Вот по моей команде в этом каталоге открыли индивидуальное предпринимательство 3 человека. Поздравляем Ильвиру Искакова. Ты здесь Ильвира, поздравляем тебя. Поздравляем Светлана Кульсарова, которая тоже работает с мужем, вместе развивать семейный бизнес. Поздравляем вас. Моцы, наши девчонки, мальчишки. Они все трое ожидают свою первую зарплату. Около 100 тысяч рублей, наверное, у всех где-то будет. 80-100 тысяч рублей. Накопили активные работы в нашем проекте. И ИП это не страшно у нас. ИП у нас здорово, ИП у нас круто. И вот какие-то ложные мнения людей меня поражают. Некоторые говорят, что открывать ИП не буду, не буду работать, потому что ИП надо открывать. Многие думают, что ИП это надо безусловно торговать, не знаю, свою почку иметь и платить бешеные налоги. У нас не так. Мы ИП открываем только, чтобы официально получать свой доход. ИП это у нас единственный официальный способ для получения своего дохода. Да? И налог мы с вами платим только после того, как открыли ИП. До этого мы не платим. До этого только списка накапливается. Поэтому этого бояться не надо, а к этому надо стремиться. У нас это счастье, у нас это радость, у нас это успех. ИП это круто. Вот, оставляю вашему вниманию нашу огромную, успешную, самую-самую лучшую команду в интернете. Наш проект «Экспресс-карьера» – самая лучшая, самая быстрорастущая, самая масштабная команда, самый масштабный проект, который есть в интернете. Сейчас вы, наверное, заметили очень много разных проектов, которые тоже сотрудничают с «Алифлейм». Но наше самое-самое. Об этом надо знать, об этом надо людям говорить. Посмотрите, сколько стран уже представлено в нашем проекте, в лидерском составе, в директорском составе. Давайте поприветствуем друг друга по странам. Самая многочисленная команда в 2015 году в лидерском составе была на Украине. Украина, ставим искрестательные знаки, мы вас приветствуем. Отлично там развивается наш проект, отлично растут наши лидеры. В этом году будет очень-очень много. Здорово, приветствуем вас, молодцы. Даша, приветствуем, конечно, Россию. Россия, ставьте пятерочки. Россия, ставьте пятерочки. Вас приветствуем. В нашей стране тоже очень круто развивается наш проект. В этом году будет очень много наших директоров на банкете. Здорово. Здорово, что вы с нами. Даша, приветствуем Казахстан. Казахстан, ставим десяточки. Кто из Казахстана, наши коллеги, партнеры. Да, взорвем, взорвем здесь интернет, взорвем планету. Казахстан ставит десяточки. Приветствуем вас тоже. Здорово. Так, Молдова. Лора Бойко в прошлом году была одна, да. В этом году будет еще больше партнеров из Молдовы. Ставьте, ставьте Молдовы семерочки. Кто из Молдовы? Приветствуем вас тоже. Семерочки Молдова. Здорово. И вас тоже очень много. Классно. И Беларусь. Беларусь ставит доллары. Беларусь миллионер, конечно, ставит доллары. Да, в Беларуси тоже очень много в этом году наших партнеров. Очень много будет наших директоров. Мы вас приветствуем, мы за вас рады и хотим встречаться на золотой конференции со всеми лидерами из разных стран. Да, потому что мы с вами на банкетах не видимся, а можем увидеться на золотой конференции. Отлично, напоследь доллары. Теперь скажите остальные страны, которых здесь пока еще нет, где еще, в какой стране будут директора в проекте «Экстраскарьера». Напишите свою страну. В какой еще стране обязательно будут директора, золотые директора, бриллиантовые директора? Свою страну напишите, пожалуйста. Дагестан, здорово. Украину мы назвали. Кого еще не назвали? Латвия? Катарстан, это Россия. Беларусь назвали. Из Дагестана еще откуда будет? Азербайджан. Прибалтика, да, где вы? Латвия назвали. Киргизия. Будет здорово. Что-то не уверены вы, не уверены в своем успехе? Ну-ка заявите о себе, что вы станете обязательно директором в нашем проекте. И это так и будет. Да, у нас уже очень много стран, да, кроме этих пяти представленных. В этом году там в других странах тоже будут директора. Мы будем рады с вами увидеться на золотых конференциях и высших, бриллиантовых конференциях. Итак, представляю вам нашего лидера, основателя нашего проекта, нашего мега-мега-супер-лидера, да, который считается самым быстро растущим лидером в мире. Ставим скрицательные знаки, посмотрите на результаты, да. Она сейчас на 31-м месте в топ-мира. Посмотрите, сравните итоги и результаты с прошлыми годами. 2013 год, здесь 67-е место. Здесь 2014 год, 108-е место, да. И какой рывок, да, какой прорыв, какой результат в этом году. Мы уже на 31-м месте. У нас такой лидер, у нас мега-лидер, да, за которым мы идем. И здесь грех не развиваться, не расти и не брать пример к нему. Она своим примером показывает, что можно развиваться у всех в короткие сроки, да. Можно стать топовым лидером, мировым лидером. Благодаря своему упорству, целеустремленности и трудолюбию. Мы ее очень любим и благодарны. Анна Черна сегодня здесь. Благодарим за шикарный проект. Даже страшно подумать, да, где мы были, где работали, что бы делали, если бы не этот проект. Даже об этом думать не хочется. И теперь хочется уже дальше-дальше развиваться, работать активно и идти за ней только вперед. И итоги нашего проекта целого за 2015 год. Посмотрите, сколько лидеров уровня директора и выше. Анна Черна уже открыла звание таксировый исполнительный директор, да. Один пока старший бриллиантовый директор, три бриллиантовых, 71, 10 старших золотых, 53 золотых, 18 старших директоров и 394 старших менеджеров и директора. На тот момент было у нас общее количество 487 лидеров в команде. У нас есть чат в скайпе для директоров и выше. Тогда было столько участников. А на сегодняшний день, вот я скрин сделала, у нас уже 492 директора и выше. Ваших менеджеров и выше, да, в этом чате. Растем, растем, каждый каталог, в каждый каталог у нас добавляются новые директора, новые старшие менеджеры, новые лидеры, новые индивидуальные предприниматели. Постоянно у нас там идет поток. Успейте попасть, успейте попасть в этот первый чат нашей директорки, который вмещает в себя всего лишь 600 участников. У вас осталось 100 мест, наверное, уже 1-2 каталога. Давайте быстрее попадайте в этот чат. И дальше я хочу сказать немножко о себе, о нашей семье, что изменилось в нашей семье. Ну, кардинально изменилась наша жизнь, изменилась жизнь в нашей семье. Изменились мы сами, да, стали уверенные, свободные, независимые, счастливые, которые ни от кого не зависят. Вот сегодня погода морозная, у нас около 30 градусов, мы никуда не идем, мороз нам не страшен, дождь нам не страшен. Да, сидим дома, попивая чайку. Открыли ноутбук, и мы за работой. Открыли ноутбук, и мы с командой, со своими родными людьми общаемся, работаем, переписываемся. У кого-то дождь идет, а у нас сегодня мороз. В этом году, то есть в прошлом году, получается, за 15-й год, у нас было очень много событий, связанных именно с нашим проектом, с нашей компанией. Как я сказала, до проекта мы ни разу ни моря не видели, ни за границей не выезжали. Не знаю, отдыхали около своей речки, да, в огороде, за свинокосом. Вот так и проходила жизнь, она вот так и прошла, если да не наш проект. И за 2015 год только мы побывали два раза за границей, на двух морях, да. Были в Турции в июне месяце. В Турции мы поехали за деньги, заработанные в ИСВН, на одну зарплату. На одну зарплату, слетать за границей. Это супер, какие возможности нам дает наш проект. Затем были в Москве. Даже Москву мы тоже не видели до сих пор. Были там на Мегаформе и на банкете директоров. Сейчас со всей семьей постоянно мы куда-то выезжаем, детей вывозим, им показываем места, им показываем, да, различные интересные места, с ними проводим больше времени. Сейчас это мы можем себе позволить. У нас и время, и деньги есть, да. Так, у меня слайд завис. У вас появился слайд? Так, вот. Вот, да, постоянно, каждую неделю мы где-то бываем, что-то вместе здесь не делаем. И у нас уже сейчас вошло в привычку, они спрашивают, да, у нас, а куда сегодня поедем, а куда на этой неделе. Что мы будем делать на этой неделе, да? Это счастье. Уделять время своей семье, уделять своим детям, развивать их, вместе проводить время, ввести их счастливые глаза. Это огромное счастье. У кого есть дети, кто экономит, пока на детях, он поймет, да? Очень жестоко, вот, мы экономим на детях, денег им не хватает, практически на обычной работе. А здесь вы можете позволить все своим детям. Все, что они хотят, все, что вы сами хотите. Так, слайды у меня зависать на теле. Не исходим из того, да, что им необходимо купить, там, одежду не рассматривать, что порвано, что изношено, а покупаем то, что они действительно сами хотят. На день рождения мы спрашиваем у детей, что они учат, выполняем их мечты. Вот наши дети сейчас, мы переехали в Уху, здесь, конечно, в городе огромные возможности для развития детей. Да, есть бесплатные, бесплатные, разные школы, заведения, куда можно их вводить, без ущерба к именному бюджету. На средний сыновчик в лицо занимается брейк-дансом. Ему это очень нравится, у него есть определенные усилия, уже соревнования. Это тоже стоит немало денег. Дочка занимается дополнительно английским языком, несколько раз в неделю до классной школы. И все, что они хотят, мы стараемся исполнять. И родители, и подарки, и времяпровождение, это здорово. Вот отдых первый наш у моря, в Турции в этом году. Мы там были на одну зарплату, как я сказала, заработанную на Арифлейн. Провели чудесную неделю у моря. Получили шкоду рак. Компания Арифлейн. У нас всегда не было новой машины. Арифлейн с проектами с карьерой это исполнилось наконец-то. Машина классная, ракторная, большая. Есть автопрограмма, компания Арифлейн. Кто желает, может участвовать, тебе звание директора. Так, у меня тут уже окончательно все зависло. Сейчас попробую еще раз курить. Наверное, мне комната напоминает, что уже сейчас прошло. Вот так вот... Попробую опять же. Арифлейн. Нет? Продолжение следует...